Автобус Москва-Пенза Первые цифры от главного спасателя региона тревожные, но не фатальные. Погибших нет. В автобусе находилось 58 человек, из них два водителя. К сожалению, по предварительным данным пострадало 17 человек, которые доставлены в лечебное учреждение города Рязани. Для ликвидации последствий транспортного происшествия привлечено 35 человек личного состава и 16 единиц техники. Позднее число пострадавших возросло до 18. По счастливой случайности детей в автобусе не было. Тех, кто не требовал госпитализации, временно разместили в спортзале школы села Кирицы. Ликвидацией пробки на дороге занялись сотрудники ГИБДД. Сотрудниками ДПС было организовано реверсивное движение. В настоящее время движение на федеральной трассе восстановлено в обычном режиме. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора области. В ходе проверки, проведения которой порочен прокурор Спасского района, были дана оценка соблюдения установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах и содержание автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Новости из Рязанской областной клинической больницы пока жизнеутверждающие. Так называемых тяжелых в бессознательном состоянии пациентов нет. Одиннадцати оказали амбулаторную помощь, остальных отправили в травматологию и хирургии. И лишь двоих в реанимацию. Это преимущественно скелетная травма и нейрохирургическая патология, черепно-мозговая травма, сокрушение ушей головного мозга. Помощь была оказана в кричайшие сроки, все пациенты поступили в так называемый золотой час. Силы и средства, которые использовались, хватило их в полном объеме. И хочется отметить как раз работу службы скорой медицинской помощи. Все было на высокопрофессиональном уровне. Двое в реанимации, мужчина и женщина. У обоих переломы, но их состояние у врачей тревоги не вызывает. Максим Васильев, телекомпания «Город».